Какие горы умеют плавать? Ответить на этот вопрос нам поможет книга Феликса Кривина «Как стать кругосветным путешественником» из серии Почемочкиной книжки. Блуждающие горы. Ты заметил, горы похожи на волны, однажды поднявшиеся и застывшие на века. А волны, в свою очередь, похожи на горы, жизнь которых очень короткая, считанные секунды. Волна лишь взметнется над поверхностью моря, и ее нет. Но есть у моря горы, которые не стоят на месте. Они блуждают по морю, сегодня здесь, завтра там. Это блуждающие горы. В теплом море они бы растаяли, потому что состоят из сплошного льда. Называются эти горы айсберги, что в переводе с английского означает «ледяные горы». Это довольно высокие горы, хотя кажутся они ниже, чем есть на самом деле. Все потому, что почти вся их высота под водой. Мы ведь тоже, когда плаваем, выставляем из воды только голову. Вот так же и айсберги выставляют только свои вершины. Это опасно для тех, кто плавает по морям. Корабль может наткнуться на ледяную гору, вершина которой где-нибудь в отдалении, а подводная часть прямо у корабля на пути. Тем более, что горы эти блуждают, и никогда не знаешь, где с ними встретишься. Хотя издали с ними приятно встретиться. Издали они очень красивые. Белые, яркие, ослепительные. Одно удовольствие смотреть, как они искрятся, переливаются в лучах солнца. Бывают же такие красавцы. Красавцы, которыми так приятно любоваться со стороны, но от которых лучше держаться на расстоянии. Ребята, читайте серию «Почемучкины книжки», и вы узнаете много интересного.